Да, дорогие друзья, сегодня у нас продолжается обзор на все новые ивентовские машины в игре Cardial Ship Tycon. Я вас всех приветствую, всем здравствуйте, дамы и господа, и гости моего канала. С вами, как всегда, Айрон, и в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Roblox в режим Cardial Ship Tycon в Roblox. И уже, в принципе, недавно мы делали, знаете, на какую тачку обзорчик, а именно на формулу Junior. А сегодня у нас предпоследняя машина из этого ивентовского обновления. И это Macquarie 027RT3. Скорость у нее 321, управляемость 8,2, привод РВД, награда 67 долларов за миллион, 2979 баксов. Стоит она 925 тысяч. Эта тачка дается за прохождение вот этого вот ивентика. Еще он будет целых 4 дня, 21 час длиться. И эту тачку вы получаете... А, ну, ладно. Ну да, дорогие друзья, когда человек звонит, все равно же нужно ответить, ну, сами понимаете. На чем я там остановился? По-моему, я что-то говорил, что это ивентовская машина. Она дается за 1500 кубков. В этом ивенте, кстати, 1500 кубков даже сложно набрать. Это реально сложно. Я еле на эту тачку накопил. Я думал, первый день, когда только вышел этот ивент, я на него накоплю. И все, типа, завтра уже докоплю эти 3000 и получу вот эту вот форму от 2012. Но, 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 я собрался и прошел полностью ивент за один день. Все, мы посмотрели характеристики. По внешке, в принципе, я и ставлю, ну, наверное, девяточку. В принципе, интересная у него внешка для Пагани. Ну, да, что сравнил эту тачку с нашей новой Пагани. Кобыла. Ну, я так называю. Ладно, переходим к самим гоночкам. И первая у нас гоночка на очереди, это стрит. А именно, драгоночка. А я вернусь, когда уже проеду эту гонку. Так, этот Маккарон, да, у него фиговый разгон. За 10 секунд, 66 миллисекунд она проехала. Ну, почти норма. Потому что, я считаю, что если меньше 10 секунд, то есть там 9, 8, то это реально хороший разгон. А десятка, ну, типа, такой-ся. Скорость у него была 138 километров в час. В час. А опять, я поделюсь на стрит и уже на сити. Я вернусь, конечно, когда проеду эту гонку. Да, я такого не ожидал от этого Маккарона, потому что 51 секунда и 7 миллисекунд, Карл. Ну, я, конечно, там врезался, ну, ладно, пару секунд. Но эта тачка Фоксуса 1500, кубка 1500. И вы нам такую тачку даете. У нее фиговый разгон. Ну, средний, ладно, ладно. Средний разгон, управляемость тоже средняя. И, ну, максималка тоже такая себе, если честно. Я считаю, что, ну, типа, средняя. То есть, тачка полностью, полностью средняя. Вот, по своим характеристикам. Ладно, опять на стрита и на хайвей. Я вернусь, когда приеду. И, маршрутка проезжает за 1 минуту, 15 секунд и 2 миллисекунды. Миллисекунды, да. Тык, 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 тык. Да, конечно же, Маккарон меня удивил. Своей очень плохой и очень плохими характеристиками. Но, зато у него ксаун классный. И еще руль такой, знаете, с бриллиантиками. Но это не бриллиантики, а это вроде кнопочки. Давайте на ралли посмотрим, на что она способна на гонке ралли. Беру свои слова обратно. Она на ралли гонки все хорошо даже показала за 39 секунд и 5 миллисекунд. Это для, ну, обычных даже машин она очень себя хорошо показала здесь. А теперь телепортируемся на дюны. Один круг, ну, как всегда. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Проехали за 24 секунды и 6 миллисекунд. Ну, в принципе, все тачки тут быстро проезжают. Потому что сама гонка маленькая, ну, и не пользуются спросом. И последняя гоночка, где, в принципе, Фоксес и предполагали, чтобы эта тачка участвовала, так это Киркут. Ставим, конечно же, шины Рейс, чтобы хорошо было, хорошо с поверхностью дороги она соединялась. И я вернусь, когда мы приедем эту гонку. Так, и этот Маккварн проехал за 48 секунд и 6 миллисекунд. Что могу сказать? Тачка средняя. Я не советую вам, ну, для фармить 1500 кубков. Но если вам не ленит, вы можете, в принципе, именно ради внешки. Именно для фарма, ну, такое себе, если честно. Ну, а так, машина средняя. Ну, для меня, если честно, такое себе. Ну, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. На своем был Айрон. Всем удачи, всем пока-пока. И до скорых встреч.